В длину вот видно, что короче, ну метр можно сказать, метр разница. Примерно одна и та же колесная база, глянь. Вот тебе и кейкар, да? Но это говорит о чем? Не такой ушел и маленький, правильно? Всем привет! Как многие знают, кто постоянно меня смотрит, я люблю кейкары, люблю небольшие автомобили. Вот такой тем более образец, он достаточно народный считается. Мой канал это один из тех каналов, который не брезгует потратить время на автомобили, которые могут купить простые люди. Так вот, это Mitsubishi Minicab. Они бывают в виде грузовичков, но вот у нас в виде микроавтобусика. Ну а что, грузовичок кейкар у меня уже был на канале, а теперь микроавтобусик кейкар, почему бы нет, пусть будет. Тем более, если учесть, что это достаточно старинная модель. Mitsubishi Minicab существует как модель с конца 60-х годов. Вот это уже шестое поколение. Хотя, конечно, уже существует седьмое и восьмое, но там есть важный нюанс. С 2014 года, то есть когда появилось седьмое поколение, Mitsubishi Minicab является технически Suzuki, Suzuki Carry. Ну вот это, по крайней мере, честный Mitsubishi. Здесь еще двигатель от Mitsubishi и все остальное разработки Mitsubishi. По сути, те, которые новее, они и стоят дороже и уже не так часто встречаются. То есть такую машинку вы можете спокойно взять тысяч за 300 и она будет, ну скажем, год 12-13, то есть относительно свежий автомобиль. А еще, если учитывая, что они достаточно надежные, все-таки коммерческий транспорт, они вполне себе выдерживают большие пробеги. Поэтому, ребята, это будет нормальное, неплохое приобретение. Единственное, главное, надо точно быть уверенным, что такая машина вам нужна, поскольку плюсов и минусов, ну в общем, в ней достаточно. Можно ее рассматривать со всех сторон. Однозначно надо быть уверенным, что вам такая нужна, вы ее такую хотите. В Японии популярность таких автомобилей продиктована их местными реалиями. То есть у них вот эти вот есть вопросы с парковочными местами, а кейкары не требуют регистрации парковочного места. У них узкие вот эти улицы и прочее. То есть это автомобиль именно для такой вот, знаете, городской доставки, например. В Японии по деревням такие машинки часто катаются. Ну то есть вы понимаете, где нужна компактная машина. У нас нет таких сложностей там ни с парковочными местами, ни с узкими улицами, сами понимаете. Но, тем не менее, популярность такие машинки имеют. Как мне кажется, иногда популярность таких машин в России обусловлена скорее тем, что можно купить свежую машину за недорого. Это во-первых. А во-вторых, потому что некоторые на них смотрят и просто им, ну чисто по приколу, хочется повладеть такой машиной. Просто вот, не знаю, прикольно типа. Вот и все. У нас нет вот таких каких-то глубокомысленных причин. Мы там по налогу не экономим и прочее. Хотя, естественно, налог здесь копеечный, потому что все-таки я вам всегда напоминаю, что кейкары это обычно автомобили, которые максимально ограничиваются 6-ю, 10-ю, 4-мя лошадиными силами. 64 лошади максимум может быть у кейкара, поэтому, ну вы понимаете, какой там может быть налог. Если учитывать, что в автомобиль планируется грузить груз, возможно, динамику даже, ну о динамике говорить вообще не стоит. Но у большинства таких машинок есть один очень важный плюс в пользу динамики. Они на механических коробках. То есть вы можете достаточно бодренько ее раскручивать, и она будет ехать в принципе достойно. Я не очень представляю, как эта машина будет ехать на автоматической коробке. Наверное, не очень будет ехать. Потому что, знаете, еще если учесть, что автоматы на них бывают вообще трехступенчатые. Ну то есть, ну, сами понимаете. Еще, между прочим, еще что хочу сказать. Они, хоть это в большинстве случаев заднеприводные версии, они бывают полноприводные. Японцы всегда делают практически для любых моделей полный привод. Пускай это будет подключаемый, простенький, какой-нибудь не очень эффективный полный привод, но какой-нибудь полный привод может быть. Между прочим, в большинстве случаев люди думают, что если автомобиль с моторчиком 0,7 литра, это означает, что у нее будет прям очень-очень маленький расход. Так вот, у большинства кейкаров есть такой нюанс, что в городе они могут жрать даже меньше, чем по трассе. Просто, когда машина едет в пределах, скажем, километров 80 по скорости, тем более на пятой передачке где-нибудь уже, она будет именно иметь небольшой расход. А вот, когда вы будете ехать по трассе, чтобы держать более-менее приличную скорость, вы будете жать, крутить. Короче, здесь немножко все по-другому. Машины все-таки это однозначно городские, не совсем для трассы. Ну, хотя, конечно, доехать можно, едете, едете, доеете. К тому же они очень, из-за вот этих маленьких колесиков, не очень все устойчиво. У них хорошая парусность. Двенадцатые колеса, вот, представляете, двенадцатые крошечные колесики. Хотя можно поставить тринадцатые, даже четырнадцатые, я знаю, в них засовывают. Как по мне, это было бы чуть ли не первое, что я бы сделал лично. Это вот поставить колеса побольше, и даже скорее не сколько побольше, а скорее пошире, чтобы просто она была как-то поустойчивее. Двенадцатые колесики. Двенадцатые колесики. Мотороллер, мото-коляска моя несется. Кстати, мне вот было бы интересно, вот, если бы был тахометр, посмотреть, на скольки оборотов он едет. То есть, это все-таки важно для расхода. А, нет, этого уже и многовато, на третью. Мы не ускоряемся, а только рычим. Нет, нет, нет. Давайте вернемся на пятую. Судя по звуку, сейчас я еду где-то на двух тысячах оборотов, на пятой передаче, 70 км в час. Я, кстати, реально думал, что это у меня только в автобусе, жопа подскакивает, когда, ну, сзади никто не сидит. Нет, это просто вот особенность вот этих вот заднеприводных микроавтобусов любых габаритов абсолютно. Никаких систем стабилизации здесь, конечно же, нет. Никаких вам курсовых устойчивостей, никаких там тормозных усилий помощи при спуске. А машина заднеприводная. Соответственно, нужно быть уверенным водителем все-таки. Многим кажется, что такие машины, если их загрузить, то это прям вообще невозможно будет. Ну, сами понимаете, да? Но я лично знаю человека, который на такой машине перевозил груз весом 400 кг. Это в виде этого груза, это были два GZ с коробками. Ну, то есть, кто не знает, турбовый GZ с автоматической коробкой вместе весит примерно 200 кг. И вот было два таких комплекта загружено в такую машину, и нормально себе ехала машина. Причем, насколько я помню, у Витьки, по-моему, даже автоматическая была коробка, а не механическая. Вполне себе нормально, тачка грибла себе и везла. Так что не нужно их недооценивать. У него двери раздвигаются с двух сторон. И с той стороны тоже. И нету вот этого известного минуса праворульных микроавтобусов, что дверь задняя сдвижная только одна, и, соответственно, не с нужной стороны. У нас грузопассажирская версия. Самая такая ходовая, знаете ли, и самая, конечно же, дешевая. Ну, а что все время смотреть-то жирные? Ну, они бывали, конечно, жирные, там, с хорошими сидениями, даже с тремя рядами сидений. Но, мне вот, например, самому было лично интересно, насколько плох минимум. Хотя, опять же, у нас даже не совсем минимум, потому что такие крутильные стеклоподъемники у нас только на задних дверях, а спереди уже электростеклоподъемники. Вы только посмотрите, как здесь много места в грузопассажирском-то варианте. Офигеть! Вот натурально здесь емкость, ну, серьезно, не меньше даже, чем в моем микроавтобусе, если вот тоже убираешь третий ряд сидений, там примерно столько же пространства. Ё-моё! Не, он нифига не маленький. Вообще, ой! Обратил внимание, что металлические ступеньки, в максимальной комплектации здесь есть пластиковая накладка. Ну, то есть, видите, да, трансформация сидушки? То есть, лавочка вот эта, она мало того, что вот так складывается, вот, она еще и вот так совсем раскладывается, чтобы был совсем ровный пол. Тоже можно измерять в холодильниках. Представляете, кейкар, багажник которого можно измерять в холодильниках. Две штуки. Кстати, соответственно, раз грузопассажирская версия, то мы не имеем пластиковых облицовок. Здесь просто металлическое, все покрашено. Небольшие накладочки. Ну, да, понятно, что грузопассажирская версия, она, естественно, всегда простенькая. Но здесь прям апогей простоты. Огромный минус вам сейчас назову. Хотя, если честно, у меня в микроавтобусе тоже этот минус присутствует, но немножко не в такой большой степени. Аккумулятор у этого мини-кэба находится вот здесь, в ящике. То есть, я вот уже отстегнул клипсики. То есть, нужно вот здесь вот лючок открутить сперва. То есть, берем отвертку и вперед откручивать. Эх ты, елки, еще, представляете, на морозе. Вот. Открутил это все. А прикиньте, прикуриться надо. Ой, елки зеленые. То есть, понимаете, смотрите, аккумулятор находится бог знает где. Мотор находится там. Он совершенно от мотора не греется. То есть, он реально заледеневает. А здесь еще и аккумуляторчик-то крохотный, по сути. Что у нас здесь? А, нет, не совсем уж и крохотный. 52. 52 ампера. Но, в любом случае, аккумулятор маленький. И из-за того, что у него вот этот лючок ограниченного пространства, туда даже больше не поставишь. Елки-палки, вам даже аккумулятор нужно подыскивать вот именно по габаритам, чтобы он сюда тупо поместился. О, кстати, смотри, изолирующие прокладочки есть пластиковые. Просто аккумулятор стоит в железном ящике, леденеет, все. Есть же, по сути, в Японии же есть остров Хоккайдо, где тоже холодно, где тоже бывают морозы. Как они там, интересно, справляются с такими вопросами? Я у себя в автобусе аккумулятор войлоком обложил. Здесь, походу, тоже надо. Очень большим плюсом за то, я считаю то, что в этом микроавтобусе до мотора можно добраться гораздо удобнее, чем, например, в моем микроавтобусе. Потому что у меня открыть можно только одну половину двигателя. То есть, ну, а он находится, естественно, под сиденьями, да? То есть, у меня можно открыть, получается, только вот эту сторону. А здесь можно открыть и водительскую сторону тоже. То есть, у меня нужно на болтах откручивать, а здесь можно также ее открыть. Она на точно таких же защелках, сидушечка. Вот, все точно так же. Офигенно удобно. И, соответственно, у вас есть доступ для всего, что нужно. Кстати, мотор очень тихо работает. Соответственно, так, до чего-то у вас будет доступ с этой стороны, до чего-то будет доступ с этой стороны. С этой стороны, значит, у нас можно залить масло, поменять свечки, катушки здесь доступны для гидроча, жидкость, омывайка, соответственно. Здесь у нас генератор, получается, воздушный фильтр, антифриз. Проверить масло можно. А, предохранительные релюшки с этой стороны. То есть, очень удобно обслуживать, на самом деле, мне очень нравится. Ну, здесь, по крайней мере, хотя бы радиатор выведен вон туда. А у меня радиатор находится тоже здесь. Замерзает вообще в лед. Особенность приборок в кейкарах, вот подобного плана, это то, что она плоская. Ну, то есть, максимально экономится место. Максимально экономится пространство. То есть, вот она, буквально вот узенькая такая, совсем не широкая. И, обычно, торпеды просто прям элементарно простые. Приборки тоже простенькие, никаких тебе тут тахометров. Да, вот представьте себе, типа незачем. Только две подушки безопасности, то есть, пассажир, водитель. Все продиктовано именно компактностью. То есть, вот это все должно быть максимально плоское, удобное, чтобы, вроде бы, и все приборы были в доступности, но в то же время, как можно больше сэкономить место. По просторности, я вам так скажу, сверху минусов нет. Мне нормально, вот я сижу, все хорошо. С соседом сильно уж так локтями бы не терлись, да? Но вот этот тоннель, где педали находятся, он, получается, сужен. Он уже, чем мог бы быть, потому что стаканы стоек, вот где крепятся стойки, да, они выведены в салон. Вам, допустим, если понадобится менять, будете откручивать их из салона. И, соответственно, пространство меньше. Это я даже мягко выразился, потому что, например, педаль газа, она буквально шириной, ну, не знаю, 3 сантиметра, 4 там. Очень необычное решение такое, но, грубо говоря, из-за этого очень мало пространства для ног. Все-таки это рабочий автомобиль. Когда ты на машине работаешь, вполне можно смириться с каким-то отсутствием комфорта, знаете? Конечно, сложновато, вот, лично для меня сказать конкретно, для какой категории людей эти машины. Но, опять же, самое главное, это что? Что можно купить, скажем, 2013-2014 года выпуска за 350, например? Да, допустим, машину с сомнительной внешностью. Но, в любом случае, это автомобиль свежий, автомобиль неушатанный, автомобиль готовый к активному ежедневному использованию и большим пробегам. Конечно, по возможности, если вдруг мне встретится такая машина в более богатой комплектации, конечно, почему бы и нет, снимем тоже ролик. Все-таки это интересно, на самом-то деле, такие машинки, это всегда интересно. Поэтому подписывайтесь, ребят, на канал. Я вам и дальше буду снимать разнообразные, всякие интересные машины, необычные. Так что, все ссылки в описании, самое главное из них на мой инстаграм. Всем пока!